Музыка 200 лет тому назад, в некий зимний день, святитель, имевший пребывание в некоем древнем монастыре, чувствовал себя особенно слабым и умиленным. Сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик. «Милый брат, позови ко мне певчих», — сказал святитель. «Бог простит мне недостойному, что я тревожу их в неурочный час». Вскоре покой святителя наполнился молодыми чернористами. «Милые братья, хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу Пречистого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, красоты нашей неизреченной». И они стали в полголоса петь те песнопения, что святитель созидал в своей ранней молодости. И он слушал, часто плача и закрывая глаза рукой. Когда же получили они отпуст и поклоняясь, стали выходить один за другим, святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую неспешную беседу. Он рассказал ему всю свою жизнь. Он говорил о своем детстве, отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых сладчайших молитвенных восторгах. И это была последняя земная ночь святителя. На рассвете обрели его почившим. С двоерогим жезлом в руке стоял он на коленях перед божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный. Так и пишется он на одном древнем образе. И был этот образ самым заветным у одного святого, нам почти современного простого тамбовского мужика. И, молясь перед ним, так обращался он к великому и славному святителю. Митюшка, милый! Только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души. Я прочитал практически полностью замечательный рассказ Ивана Алексеевича Бунина, посвященный двум святым подвижникам, митрополиту ростовскому и ярославскому Димитрию и преподобному Серафиму Саровскому. 4 октября – день памяти святителя Димитрия. В своей судьбе Димитрий связал братские народы нынешних Украины и России. Он родился в 1651 году, недалеко от Киева, в семье сотника казачьего полка. Рано почувствовал склонность к иноческой жизни и к изучению наук. Уже в 17-летнем возрасте принял монашеский постриг в Кирилловом монастыре Киева, и практически вся его жизнь прошла в различных монастырях на Украине. Он подвязался как простой монах, служил священником, поочередно был избираем, назначаем руководителем, игуменом нескольких обителей. Уже с первых лет монашества у Димитрия обнаружилось выдающееся литературное дарование. Он стал писать, причем сочинял не только проповеди и духовно-назидательные поучения. Он вел исторический дневник, рассказывая на его страницах о важнейших политических событиях тех лет на Украине, в России, в Польше. Собирал сведения о чудесах и святынях, разнообразные церковные предания. В 1684 году Димитрия вызвали в Киево-Печерскую лавру. И тамошний настоятель, архимандрит Варлаам Ясинский, дал ему важнейшее поручение – составить как можно более полную книгу жизнеописаний древних и новых православных подвижников благочестия, «Жития на каждый день календарного года». Знаменательно, что прежде чем получить это повеление, Димитрий увидел удивительный сон. Ему снилось, что он ходит между хранящимися в раках святыми мощами, от одних мощей к другим, и как бы заново их перекладывает, сохраняя от повреждения. Сон оказался пророческим. Он знаменовал грядущие большие труды святителя Димитрия. Димитрий с жаром принялся за дело. Необходимо было составить 12 больших томов. Колоссальная задача. Так было положено начало написанию знаменитого сборника, который получил название «Четьи Минеи» Димитрия Ростовского. «Минея» по-гречески «месяц». Эти чтения на каждый месяц – книги, которые поистине не устаревают, их продолжают переиздавать и сегодня. Работа требовала огромного напряжения сил. Нужно было собрать, проанализировать тысячи разрозненных источников. Но главное – найти особую форму изложения. Ведь «Жития» писались для всего народа. Их язык должен был быть одновременно доступным для понимания малоучеными людьми, но в то же время высоким и художественным. «Жития» нужно было написать интересно, но вместе с тем достаточно просто. Красноречиво, но не увлекаясь витействами и так называемым плетением словес, когда за красивыми речевыми оборотами бывает не видно идейного богатства. Собрание «Жития святых» – самое обширное произведение всей славянской литературы. В них содержится 664 рассказа. Каждый из рассказов – это вполне самостоятельное произведение Дмитрия Ростовского. Да, Дмитрий пользуется многими источниками, причем не только славянскими, но и, например, латинскими, собранными представителями ученого ордена иезуитов в то время. Но все эти тексты он самостоятельно перерабатывает, излагает совершенно по-новому. За 8 лет до своей смерти Дмитрий покинул родную Украину. Он был посвящен в архиерее и указом императора Петра Великого направлен в Ростов и Ярославль. Здесь его литературный талант получил новое развитие. Одно время святитель хотел продолжить исторические труды и составить обширную летопись, церковную историю, для того, чтобы она служила руководством для проповедников. Но неожиданно столкнулся с очень тревожным явлением, которого вовсе не наблюдал служа на Украине. Здесь, на северо-востоке России, в то время был широко распространен старообрядческий раскол. В письме своему другу Дмитрий рассуждает так. На страшном суде Бог не истяжет его о летописи. О том же, если молчать будет против раскольников, истяжет. Святитель искренне переживает о крещенных жителях, которые ушли из церкви, лишили себя участия в церковных таинствах, священодействиях. И так рождается острое полемическое произведение «Розыск о раскольнической брынской вере», в котором подробно рассматриваются все заблуждения и ошибки ушедших из православной церкви. Ревнуя об образовании, святитель Дмитрий создает в Ростове особую грамматическую школу, в которой наряду с церковно-славянским языком и богослужебными книгами изучались древние языки, философия, стихосложения. Все священнослужители епархии были обязаны отдавать своих детей в эту школу. В Ростове иерарх церкви проявляет талант писателя-драматурга и постановщика написанных им пьес. И сегодня в некоторых православных школах ставятся, по крайней мере, две пьесы Дмитрия Ростовского – «Рождественская драма» и «Успенская драма» о Рождестве Христовом и Успении Пресвятой Богородицы. Святого Дмитрия можно смело назвать покровителем отечественного театра. А театр, в свою очередь, следует признать благословенным церковью видом искусства, если только он пробуждает в зрителях по-настоящему добрые чувства. Земная жизнь Дмитрия Ростовского окончилась 8 ноября 1809 года. Ему во гроб положили черновики недописанных им поэтических текстов и проповедей. Мощи святого Дмитрия почивают в одном из соборов Спасо-Яковлевского монастыря города Ростов-Великой Ярославской области. Уже императрица Елизавета Петровна инициировала его прославление в лике святых. Для тех времен это был уникальный случай. За самоотверженную деятельность на благо народного просвещения Дмитрия Ростовского чтила императрица Екатерина II. Она даже совершила пешее паломничество из Москвы к его святым мощам. Это более 200 километров. В 1760 году в честь святителя Дмитрия было названо только что построенное укрепление на юге страны. Оно так и называлось — крепость святого Дмитрия Ростовского. Позже она станет городом Ростов-на-Дону, в центре которого ныне красуется величественный памятник святому Дмитрию, человеку, воплотившему в себе высокие духовные, литературные дарования, аскету, подвижнику, поэту, педагогу, ученому-историку и полемисту. Редактор субтитров А.Семкин